Хочу вам показать свою мебельную гордость. Просто берёте и делайте. Вы что, бьёте посуду? Твоя чашка уже у тебя на ушках. Торчит тарелка. Ничего себе тут, у тебя сцепек такой? Она опасная, она на медном купоросе, поясом осторожнее стоят. Вперёд. Вот так. Девочки, делайте себе шкафы сами. Не рассчитала тут некоторые моменты со столом. У тебя очень маленькая рабочая поверхность. Да ладно? Фу, я его... Дорогие друзья, мы решили разыграть такое колечко из фрагментов фарфоровой посуды, из блюда 19 века, конца 19 века, с клеймом. Чтобы получить наш подарок, смотрите внимательно видео в одном из моментов. Я расскажу, как его получить. Привет, друзья мои! Мы сегодня в гостях у Наташи. Наташа делает украшения из элементов фарфоровой. Фарфоровой посуды. Правильно, Наташа, да? Я всё сказала? Да, всё правильно. Друзья, подписывайтесь на канал Серафимы, ставьте лайки, и скоро будут новые рабочие места. Расскажи немножко о себе. Всем привет! Меня по-прежнему зовут Наташа. Я обычный питерский хендмейдер. Я создаю украшения из фарфоровой посуды разных стран, разных эпох. И по образованию я эколог. И вот это преобразование из ненужных вещей в нужные вещи, это такая вторичная переработка, такой ресайклинг. Для меня это важный процесс. Вторая концепция коллекции – это такой бабий бунт. Повод напомнить женщине, что она создана для красоты, а не для мытья посуды. И третья такая глубокая концепция коллекции – это такая победа человеческого над животным. То есть посуды как символ наших биологических потребностей в еде, каких-то инстинктов, а украшения – это такая потребность человека в красоте, в искусстве. В общем, то, что нас отличает от животных. Наташа, ничего себе, как ты... Глубоко так много. Я вообще просто шью блокноты, друзья. Мне уже как-то не по себе. Я уже себя чувствую неловко, что я их просто сью. Я заморочилась. Но посуду и украшения покажу чуть позже. Сейчас хочу вам показать свою мебельную гордость. Мы сейчас обязательно его откроем, друзья. Я еще сама не видела. Но прежде, Наташа, скажи, где находится твое рабочее место? Мое рабочее место находится в моей коммунальной комнате на Петроградке. Здесь я живу, работаю. В общем, тут все. На 12 квадратных метрах у меня все. Поэтому шкаф-трансформер – это то самое компромиссное решение для мастерской. Если кто-то там думает брать-не брать, делать-не делать, то я очень советую. Это очень классно, когда можно весь хаос за 2 минуты закрыть и все, и жить в чистоте и порядке. Я не заметила вообще, друзья. Я думаю, где же Наташа рабочее место? А ну вот. Несколько лет назад в Инстаграме мне попалась реклама этих прекрасных шкафов-трансформеров. Самая дешевая стоила 39 тысяч тогда. Я мучилась пару дней. Но на тот момент 39 тысяч мне показалось, что это дороговато, и меня жаба задушила. Думаю, нет, нет. А потом я вспомнила, что лучшие друзья девушек – это саморезы. И думаю, сделала-ка я его сама. Не может быть, друзья, все, я в шоке. Наташа меня прямо это... Да. Наповал Наташ, ты меня сразил. Я же реально подумала, что это вот этот вот от производителя. Нет, нет. Все, кто хочет сделать, девочки – это реально. Да. Просто берете и делаете. Наташа, у тебя даже лучше, я тебе скажу, чем... Ну, у него есть изъяны, он не идеальный, но я его очень люблю. Очень классно. А сколько ты, знаешь, сколько тебе он обошелся? Конечно, конечно. У меня, во-первых, день ушел на то, чтобы начертить чертеж, эскиз. Второй день у меня ушел на то, чтобы сопоставить мои размеры и имеющиеся трое материалы в магазине, да, чтобы как можно меньше осталось остатков. Вот. На третий день я приехала в строительный магазин, там же заказала распил, купила еще мебельные фасады. Это самое дорогое здесь, это мебельные фасады. По-моему, две с половиной, по-моему. Вот. ЛДСПшки, они дешевые, вот. Но и с доставкой. На четвертый день мне пришло это привезли, я все это собрала, и через четыре дня у меня был шкаф моей мечты. Женщина может все. Да. Это правда. Мы можем все. Боже, Наташа, золотые руки. Но я скажу одно, что когда я его собрала через четыре дня, я поняла, что тридцать девять тысяч, ребята, это недорого. Если, да. Недорого столько стоит, да? Да, потому что сколько было нервов, сколько было трудозатрат, то есть если есть свободные деньги, то можно потратить. Конечно, да. Но Наташа, ты знаешь, мне кажется, все равно, вот ты купишь шкаф, ты его так любить не будешь, как тот, который ты сделала сама, да? Нет, это правда, это правда. Тут даже вот. А, мне еще сестра подарила в тот год шуруповерт, и я оторвалась просто. Тут у меня просто решето из этих саморезов. Все спрашивают, неужели надо было делать по три самореза на полку, там полочки-то маленькие. Ну, знаешь, у нас был случай, вот, кстати, этого покупного шкафа, вот буквально у нас на днях вышло видео с Катей, и она поставила тяжелый инструмент, машинку для вырубки на эту полку. И полка накренилась, и упала, и машинка там раскололась, но она работает, конечно, но все равно неприятно. И, конечно, лучше, мне кажется, все... Как-то мы сейчас делали и рекламу, и антирекламу, ребятам. Ладно, ну, в общем. Мы, на самом деле, мы не настроены, я не настроена на то, чтобы кого-то... Мы говорим правду, только правду. Да, мы просто снимаем обзоры, да. Наташа, ну давай. Я открываю. Давай. Господи. Вот он на колесе, как его можно... Боже, как он не открытался. Его можно перевозить, вообще переносить, все, что угодно. Наташа... Друзья, вы можете поверить, что Наташа это все сделала сама? Наташа, я не верю до сих пор. Мне кажется, тебе кто-то помогал, не может быть? Ну, к счастью или к сожалению, нет, никто. Ура! И даже со Светом. Да, Света ты вообще... Класс. Я потеряла дар речи, друзья. Наташа, золотая женщина. Господи, боже мой. Нет. Друзья, я до сих пор в шоке. Просто я не могу. У, Наташа, какая ты молодец. Друзья, обязательно напишите в комментариях, какая Наташа молодец. Не знаю, я бы так не смогла, это точно. Вот это да. Про недостатки шкафа можно тоже писать в комментариях. Может быть, вы что-то сделали лучше, что-то... Нет, друзья, ни в коем случае нельзя. Наташа его сделала сама. Вот кто напишет, я сразу же вас в бан. Я шучу, конечно, я так делать не буду, но просто подумайте, прежде чем писать о каких-то недостатках, потому что... Смотрите, Наташа, какая хрупкая, маленькая. Нет, 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 негативные комментарии мы принимаем только от тех, кто сделал шкаф сам. Давайте перейдем ко внутренности. Давай, Наташа. Тут, наверное, у меня, как у всех, стандартный набор всякие скляночки, баночки от детского питания. Тут у меня фурнитура. Фикс-прайсовские прекрасные комодики. Вообще идеальная вещь. А что ты там? У тебя так много всякой штучки. А, это же ты украшения делаешь. Да, 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 швензы, всякие там основы. А вот в коробках из-под чая. В коробках из-под чая. Так, тут у меня то, что в долгом ящике постоянно лежит, то, что доделывать. Наташа, ты правда вот чай покупаешь, да, из-за коробочки или просто ты любишь чай? Да, я хочу признаться. Давай покупаю чай из-за коробочек. Это правда, я обожаю коробочки, просто обожаю коробочки. Очень красиво. Слушай, я не додумалась покупать чай. Я всегда смотрю и думаю, блин, ну, не знаю, там же чай. А, киса, это вот как твоя киса. Да. Это тоже будет стоять потом в шкафу, мне будет что-нибудь нужное. А, сейчас чай в ней. Сейчас чай, да. Но ты пьешь же чай, да? Да, да, не, я его не выбрасываю, нет, я его пью, предлагаю гостям. Давай покажи еще вот голубенькую коробочку. Голубенькую коробочку. Они одинаковые, да, две у тебя? Да, вот эти эти коробочки. Я прям понравилась эта коробочка. Ну, еще музыкальничка. Наташа, негодяйка. Вот у меня основы всякие. Подожди, вот достань, покажи, что это у тебя такое в пакетике. Что это у тебя такое в пакетике? Это основы для украшения из эпоксидной смолы. То есть я цветочки заливаю иногда. Можно здесь создать хаос, а потом просто закрыть и все, и он не будет раздражать. Тут у меня форумы, штучки мои. Так, ну-ка, Наташа, выкладывай. Это, получается, осколки, да? Да. А от каких-то... Это чашечки были. Да. Это были, ты сама бьешь? Нет, об этом я расскажу в следующей серии. Нет, подожди. Нет, очень часто, очень часто меня спрашивают. Вы что, бьете посуду? Это основной такой вопрос. Нет, я хочу сделать заявление. Давай, давай. Нет, я не бью посуду. Она ко мне поступает уже битая, колотая. Знакомые отдают, друзья, друзья друзей. А на удельные продают такое? На уделки я закупаюсь, да, тоже такой мой основной источник. Очень классно. Ну, просто вообще, друзья, мне кажется, Наташа, это большая находка. Кстати, а Наташа, ты не делаешь так, вот вдруг у кого-то была какая-то фамильная чашка, она разбилась. А как-то ее можно же сохранить, да? Да, да, да. Отдать тебе, ты сделаешь из нее сережки, и вот твоя чашка уже у тебя на ушках. Да, более того, если это какая-то чашка от прабабушки, там, прадедушки, люди не выбрасывают. Ну, а что с ней делать, когда это просто, не знаю, кусок битой посуды? Ну, понятно. Боже, как все красиво, Наташа. Это Ленинградский фарфоровый завод. Боже. Вот, это Кузнецовский фарфоровый завод, это конец 19-го, начало 20-го. Ничего себе. Такая старинная штучка, да. Наташа, где у тебя можно купить работы? Работы купить можно через Инстаграм на ярмарке мастеров, а можно прийти в питерский магазин на Восстание 47 и все померить. Под видео мы оставим ссылку на Инстаграм, тогда, да? Да, друзья, если что, пишите, Наташа, я бы вот на вашем месте обязательно бы купила вот эту вот питерскую ручную работу со старинным фарфором. Есть не очень старинный фарфор, то есть современные чашки тоже бьются. Вот, есть всякие котики, всякие олежки, в общем, что только нет. Ничего себе, как много интересных кружек, оказывается. Да. И вот еще, да, Наташа, все еще. Об этом я расскажу отдельно. Давай сразу, уже-то мы забудем. Это на самом деле сокровище, в прямом смысле этого слова, потому что это мы нашли во время коронавирусного вот этого всего безобразия, которое было в марте. Мы с молодым человеком гуляли по берегу, не вы. Где гуляли, говорить не буду, это секрет. И в толще прибрежной, как это сказать, как это правильно назвать, где-то, где-то на глубине, где-то метра, здесь береговой линии, на глубине одного метра, торчит тарелка. Просто торчит тарелка. Вот это вот, я уже сделала из нее брошку, сейчас покажу. Или не покажу. Она тебя нашла, да, Наташа? Да, вот меня спрашивают, где вы берете посуду? Я не беру ее, она сама находит меня. Мне даже соседи по коммуналке отдают посуду. Знаю, да, твои милые дети? Да, друзья, 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 знакомые, знакомых. И даже незнакомые люди в инстаграме просто пишут, типа, Наташа, у нас тут скопилось битой посуды. Причем английской коллекционной. Беллерой бог, еноха выживут, в общем, все. И меня такие случаи, на самом деле, очень и удивляют, и радуют, потому что в нашем капиталистическом мире вот этот фарфоровый альтруизм, это нечасто такое встретишь. Когда совершенно... Они даже не берут деньги за пересылку. Отдают, да, так. Спасибо вам большое. Наташа, а ты сама это придумала? Это что-то такое необычное? Я еще такого не видела. В Питере есть ребята, которые делают то же самое. Но я к этому шла сама. То есть у меня было... Я занялась, сейчас покажу, украшениями из витражного стекла. И думаю, а почему в стекло, почему посуду не сделать? Это идея вообще... И стекло такое скучное. А это с историей. Да, у него нет истории, это правда. Оно, конечно, красивое, но вот, видишь, я заморочена на концепциях. Надо, чтобы это было прям концептуально. Вот. Ну и вот это, наши сокровища. Ну, боже мой. Вот. Я даже специально не мою пока. Мне вот прям нравится, что оно все такое. Вот эта тарелка. Настоящие сокровища. Да, не могу найти, где же. А, тут у тебя уже сделаны, да? Это, да, готовые. А давай их тоже сразу посмотрим. Давай. А вот как, Наташа, ну, носибельность, я так спрошу, Наташа, какой-то нужен особый уход? Или как-то бережно относиться? Нет? Вообще нет. Как обычные, да, украшения? Вообще нет. Оно даже не бьется, потому что маленький осколок, и он уже у него прочность, он набирает прочность, и оно совершенно носибельно. Более того, здесь у нас с вами, знаете, что? Подарок для розыгрыша. А, Наташа, у тебя есть подарок. Да, у меня есть подарочек. Ой, золотая женщина. Да. Причем мы его так упакуем, прям с клеймом. Это была тарелка. Прям с клеймом осталась? О, господи. Я уже хочу, Наташа, подари мне. Колечко из фрагмента блюда. Это скорее фаянс, он такой толстенький. Очень классный. Это конец 19 века, английский фарфор. Наташа, положи ладошку, вот где ты берешь, получается, саму эту форму, то есть края ты запаиваешь, да? Края я запаиваю, сейчас я покажу свои инструменты, и все будет понятно. А вот само колечко, покажи его, вот которое, да, на палец одевается. Это основа я покупаю. Это готовая, да? Да, 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 в том магазине, в котором мы с вами. Мы сейчас его упакуем, кстати, с вами. Так, это вот кузнецовский фарфор, брошка с ирисом. Очень, очень, хорошо. Так, это современная, ну, очень классный, такой тонкий фарфор. А, покажи, кстати, на своем пальце, у тебя колечко, давай. Это ГДРовская тарелка была. Так, и еще сережки у тебя. Да, сережки, это Конаковский фарфоровый завод. Он уже разорился. Ты знаешь о фарфоре? Я знаю о фарфоре все. Я уже начинаю путаться, потому что в какой-то момент ты набираешь информацию, ты еще в ней как-то там плаваешь, а потом у тебя все уже в кучу, и сложно, да? Что-то основное, да, что-то основное. Наташа, я тебя еще хочу похвалить, потому что у тебя есть свои сережки, да, и колечко, и ты в этом ходишь и носишь, потому что часто я прихожу к мастерам, а у них, ну, своего этого нет. Вот, и меня это очень расстраивает. Но я вижу, что тебе это действительно нравится, потому что ты сама... Это отчасти так. Да. Но, вот, несмотря на то, что у меня есть много всего разного, я потом покажу, какие дело украшения, но я ношу в основном либо белые, либо бело-синие из мейсонского фарфора, то есть вот какие-то выборочно. Я ношу свое украшение, но выборочно, не все подряд. Вот, вот это тоже новенькое колечко. Ух ты! Да, тоже мне очень нравится. Так, это английская тарелка была. Такая классная. Это, по-моему, китайская. Это подвесочка, да? Да, это подвеска на чокер. А, вот, 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 это брошка. Это из тарелки, которую мы нашли на берегу, прямо в грунте. Мы нашли ее в грунте. Обалдеть. Вот, это рижский фарфор. О, как красиво. А сложно, Наташа, вот найти... Вот, например, ты нашла какой-то красивый элемент, да, на осколочке. И как ты обламываешь всю остальную часть, чтобы добраться до этого элемента? Это вообще сложно, ведь можно же все это разломать. Вообще есть определенная опасность, что тарелка треснет по самому красивому цветочку. Есть такая опасность. Но, если все сделать грамотно... Сейчас я вам покажу свои... Когда все убираешь на место, никогда ничего не найдешь. Я готовилась к приходу, и я как бы все раскидала по местам. Я минуты паузы вырежу все равно. Так. Это щипцы по керамике. Купить их можно в магазине все для витражей, все для стекольщиков. На Александра Невского мы тоже оставим, да, скидку? Да, скидку, скидку. Это же есть у тебя скидки. Скидки там нету. Там такой не очень дешевый магазин, но он работает давно, и вещи там классные. Вот этими штуками я вырезаю фарфор практически как нажницами бумагу. А, ну примерно вот. Можешь, не нажимая, просто вставить вот фарфор, как бы ты вырезала бы. А давай вырежь? Какой-то кусочек. Давай. Давай, потому что так интересно вообще. Вот, не знаю, что мы тут с вами вырежем. Вот у меня, кстати, коллекция этих... Клейм. Угу. Тут всякие-всякие, стараюсь их не выбрасывать. А ты клеймой не делаешь? Я бы с клеймой очень красиво. Делаю, 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 все, все делаю. Вот это должно было быть колечко, но пока руки не дошли. Угу. Времени катастрофически не хватает. Вот это какое-то просто, я не знаю, что это. Угу. Очень классно. Я бы вот с клеймом бы что-нибудь себе... Колечко бы, наверное, вот. Вот, видишь, такое кругленькое. Да, я чувствую, у нас видео закончится тем, как мы делаем тебе колечко. Да, да, да. Я уже знаю, друзья, что я не уйду. Так, Наташа, сколько стоит у тебя работы? Ну, от 600 до 900 рублей, в зависимости от того, какой кровью мне досталась тарелка. Угу. Потому что есть совершенно эксклюзивные вещи, которые, ну, даже жалко продавать, если честно. Угу. Вот. А такое современное, фарфоры 600-700. Угу. Средний такой. Так, ну, показать, как они режут, да? Да, давай. А-а-а, все. Все, и вырезаешь форму, которую тебе нужно. Очень классно. Все, Наташа, подожди, оставь, а то я боюсь, что мы сейчас что-нибудь испортим из-за меня. Ничего себе. Больше. Вот это да. Друзья, как я люблю Петербург, друзья. Как я рада, что, Наташа, я тебя нашла. Давай еще тогда дальше какие у тебя инструменты, за них и поговорим. Да, давай. Значит, это основной инструмент. Вот. Им я вырезаю фарфор, фаянс. И единственное, что он не всегда берет костяной фарфор, потому что он бывает очень тонкий и не режет он костяной фарфор. Его приходится вот так обламывать. А костяной фарфор называется так костяным, потому что в его состав входит не только глина, там какие-то примеси, не буду раскрывать секрет, но и перемолотые кости. Понятно. Куриные. А, ну все, фу. И вот этот вот, вот эта кость, да, вот этот пепел из кости, он дает определенную жесткость, жесткость и прочность, и поэтому украшение получается очень тонкие. Сейчас я что-нибудь покажу вам, разницу покажу. Вот, ну тут ты, наверное, на ощупь, вот потрогаю вот эту вот толщину, да, и вот эту толщину. Нет, вот так, вот так. Это потоньше, да? Тонюсенькое, да. И на просвет. Это обычный, да, фарфор? Нет, это костяной. А, костяной он тоньше? Да, 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 он тоньше. А он дороже? Как правило, да. И хрупче, вот, и... ну и красивее, конечно. Вот. Это вот я достала чашечки, это 49-54 год, немецкий фарфор. Это мне прислала знакомая моей подруги из Германии. Ого. В общем, тоже собрала посылку и совершенно безвозмездно. Они такие, просто какие-то волшебные люди. Вот, но она вот с трещинкой, да, то вдруг там, что разбили такую-то чашку. Не переживайте, все хорошо. Вот такие леплики. Все классно. Красиво очень. Да, парагон. Это жангли. Дальше инструмент у нас какой? У нас самый... Второй по важности это паяльник. Ух ты! Да, у меня есть один, второй и третий. Ну, я работаю этим. Да, на всякий случай. Всякий случай. Вот. Это зубр совершенно простой, самый недорогой, стоватный. Получается, вот эту каемочку как раз вокруг фарфора, да? Да. Формы ты? Вот паяльником. Да, да, да. А это не вредно, Наташа? Вредно вот это. Так, а это что? На ладошке положи, покажи. Это флюс для пайки, кислота артофосфорная. Поры вредноваты, конечно. Поэтому если работаете, работаете с тыть и с вытяжкой, с вентиляторами, возле окна, на улице. Ну, если очень надо. Ну, вентилятор хотя бы, что ли. В маске, Наташа, работаешь? Нет, я работаю без маски. Если с вентилятором, то... Это то самое, чем я паиваю. Вот, это олово. Оно продается? Оно продается прямо на заводе. Можно потрогать. Да. То есть ты прямо на заводе покупаешь? Да, прямо на заводе. Это на заводе для украшения или какой-то? Нет, нет, нет. Это завод каких-то там химических материалов, химических жидкостей, по-моему, называется. Оперируемся и заказываем практически так минимальным оптом. Вот, это олово с медью. Здесь нет свинца. Так вопрос о свинец вредит. Один свинец нельзя ни носить, ни трогать, ничего лучше с ним делать. Вот. Сейчас Наташа покажет, как она упаковывает. Да, я люблю не только делать украшения, но и упаковывать. Вообще, я люблю всякие коробочки, как вы уже поняли. Упаковка у меня. Вот есть такая специальная штучка. Дырокольчик. А ты коробочку, вот эту заготовку сама делаешь? А заготовку я покупаю в нашем любимом китайском сайте. На Алиэкспресс? Да. Да. Вот такая у нас киска. Почему косвечка? Потому что у меня в логотипе кошечка. Да, да. Это как-то показалось логичным. Ничего себе тут, у тебя шепер такой? Да. Это перфоратор для вязальной машины. Отвязальной машины. Я же вязала. Так, подожди, делала ладошку, Наташа, еще раз. Это перфоратор? Это перфоратор, да, для создания перфокар для вязальной машины SilverVid. Ну, он мне сейчас помогает делать дырочки. Я думала, это степлер еще. Вот, тут у меня сердечки, потому что я все отправляю с любовью, исключительно с любовью. Вот это старинная чернилица. Ничего себе. Это мне подарили. Наташа. Суделка такая, что не просто. Все, не могу уже. Сколько красоты у тебя. Да. Это Наташа, у тебя, ты в ярмарках? По молодости. Сейчас уже нет, да? Нет, сейчас я участвую только в новогодних выставках, в декабре, когда это имеет какой-то смысл. А вообще, ну, если для начинающих, кто вот только-только начал, надо ходить на выставку. Не столько ради какой-то прибыли, ради денег, а просто чтобы, не знаю, людей посмотреть, посмотреть, объективно оценить себя, особенно если рукодельник сидит дома, как бы варится только в своих заказах, там, в своем вот этом. То есть, выходить надо, если вопрос в этом. Такое, вот такое. Красота. Вот, друзья, Наташа уже упаковала вам подарок. Да. Так что смотрите внимательно видео. Очень красиво, Наташа, мне нравится. Вот кроме паяльника и ножниц по фарфору, я их так назову, что-то еще тебе требует? О, да, Наташа уже нашла. Это точильный камень для жала паяльника. То есть, это не фарфор ты стачиваешь, а у паяльника? Нет, это же, да. А, получается, жало, оно как-то стачивается? Оно, да, оно выедается, вот эта медь, она растворяется, и это расходный материал. А вот кроме вот этого химической штуки, еще какая-то есть, которая тебе нужна или нет? Это единственное. Да, есть еще одна такая химическая штука, которую очень люблю, это... Патина. Это эффект старины, да, добавляя? Да, 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 вот это вот черное, вот это вот черное сверху, это вот натуральная патина. То есть, она патинируется за несколько минут, там, часов, то есть, очень быстро. В принципе, оно бы так и почернело за долгие-долгие годы, но вот эта штука его патинирует очень быстро. Она опасная, она на медном купоросе, поясом осторожнее, это яд. Детям не давать. Ты меня напугала сейчас уже, я боюсь даже сюда подойти. Я сама, я. А Наташа, еще расскажи про вот эту вот систему, которая держит стол. Это где ты взяла такую штучку? Вот этот уголок, да. Я его купила в Дуран Мерлен. Покажи, как он складывается. Смотри, вперед, вот так, чин-чин. Очень классно. Ничего себе, я не знаю, что такие есть. Наташа, можешь сесть за стул? Я могу, я посмотрю. Так, вот, кстати, мы посмотрим. Да, и стул у меня складывается. Вот так я обычно сижу. Очень удобно, высота моя, как бы. Когда делаешь стул под себя, ты можешь подогнать и размеры стола, и глубину полок. В общем, девочки, делайте себе шкафы сами. Ну, или пусть мужья делают, да? А что? Вот. А здесь у тебя эта вот штучка, которая держит, да, перекладина, весь твой стол основной. Да, я повторюсь, он не идеальный, но я его люблю. Не-не-не, я не к тому, что... Я не рассчитала тут некоторые моменты со столом, да, то есть мне пришлось наращивать вот этот стол чуть-чуть, вот эту в планку делать. Да, у тебя очень маленькая рабочая поверхность, но тебе и не надо много места, да? Мне не надо, да. У меня вот пол. Так, Наташа, ты уже сложила? Сложила, да. Ну, могу еще показать вам одну классную вещь. Угу. Вот. Вот она внизу. Не знаю, там света хватит, нет? Да. Вот это вот, это муфельная печка. Так, ну и что это? Вот ты мне сказала, а для меня это как АВВД, ты сказала? В общем, эта печка разогревается почти до 1000 градусов, и в ней я делала украшения из эмали на меди, на медной основе, и я что-то только не делала. То есть это прям как печь такая, да, туда засовываешь что-то, и оно плавится? Да. Да, да. Все, я поняла. А молоток, Наташа, ну-ка доставай, какая классная штука. Молоток, молоток, это когда я делала украшения из эмали, когда надо было сделать перегородки из медной проволоки, я отбивала вот этим вот молоточком. Ерунда, не надо было его покупать, в общем. Ммм, зря, да? Да, ошибки молодости. На всякий случай тут теперь лежит. Вот это пробойник для кожи. Угу. Тоже вот спросите, зачем мне надо, ну не надо. Наташа, ну ты не одна такая. На самом деле мы все такие творческие люди, у нас столько запасов. Все надо. Да, все надо. Ну, у тебя, слава богу, есть такой шкаф, в который можно все запрятать, и ничего не видно. Да. И все. Пойдем, Наташа, еще вот к тому контейнеру, где у тебя посудковая запасена. Давай, сейчас мы прикроем. А что, решила прям закрыть? Прикрыть, чтобы... Друзья, ну посмотрите. А где, подожди, Наташа, ну-ка, иди сюда. Да, да, да. Откуда у тебя эта рамочка с рисунком? Это рамочка из нашего другого прекрасного, любимого магазина FixPrice. Да, ладно? Фу, я его не очень люблю, этот магазин, но ты так классно сделала. Я теперь прям в шоке, честно. Да, картинки я склеивала сама, такие тематические. Очень классные. Тематические. Вот что значит, друзья, когда вещь попадает в правильные руки, да? Посмотрите. Шкаф огонь. И ручки ты, Наташа, стоишь такие классные, пределы. Ручки тоже, по-моему, из Леруа. Очень здорово. И покрасила сама, да? Нет, нет. Нет? Это уже была такой? Да, да, да. Ну, давай, Наташа. Это твое богатство, да? Да. Да, я выбрала тут самое лучшее. Все, что... Все, что... Хотела бы показать. Это английская тарелка была с гороскопом. Это ГДРовская тарелочка. Это финская. Мои заказчики, в общем, все, кто знает, чем я занимаюсь, они уже посуду не выбрасывают. То есть они уже знают, куда ее нести, и что она вся пойдет в дело. Я уже практически не покупаю посуду. То есть у меня уже вопрос не в том, где ее найти, а где найти время, чтобы ее обработать как-то. Как из этого все сделать прекрасно. Да. Это Кузнецовский фарфор. Это тоже конец 19-го, начало 20-го. Это на уделке я покупала. Так, эту кто-то мне отдавал, чашечку. Советская, наверное, да? Да. Похоже прям на Шайя. Пролетарий. Ну, тожди, давай вот эту последнюю посмотрим уже, а то мы так долго будем. Да, это вообще чуть-чуть прям совсем. Интересно, совсем интересно. Это Велерой Бог. Немецкий фарфор. Все такое красивое. Я не знаю, друзья, но я смотрю, мне даже эти осколки нравятся. Да, мне это нравится. Они уже так вдохновляют, Наташа. То, что пока используется, то, что я не вижу, это 60-е годы Англии. Так, вот смотрите, друзья, у Наташи тут еще крючки, да? И тут ножницы у тебя висят. Ключи, ножницы. Да. Поверьте. В этом плюс, когда делаешь сам, тебе не жалко туда забивать гвозди, саморезы, крючки. То есть ты свободен вот от этого, что, ой, новый шкаф, ничего туда не... Дырочку не сделай. Ничего. Так, Наташ, ну рассказывай, идем сюда. Да, это я специально подготовила для вас, да, чтобы вы посмотрели примерно, что, из чего я делаю. Ну, это у тебя, ты сама делала этот чемоданчик, да? Нет, чемоданчик купленный. Нет? Ну, а внутри? Внутри, да. Это для выставки, да, наверное, когда ты участвуешь? Да, 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 для выставки, для магазинов, там, как... Наташ, да, я сейчас прошу, читайте за прекрасная кофеварка. Красивая такая. О, это моя кофейная любовь. Это ладонг. Такая классная. Да, такая винтажная. Это сестра мне дарила на новоселье. Да, хорошая. Красивая. Хорошая вещь. Мы сегодня вечер рекламы. Да. Классная вещь. Кофеварка огонь. Так. Вот, еще что я вам хочу показать. Ну, наверное, вот этот вот арт-объект из фрагментов фарфоровой посуды. Котик называется Столетний кот. Я его делала в 2018 году для выставки Портрет кошки. В чем концепт? Здесь использована посуда за 100 лет. С 1900 по 2000 год. То есть голова – это кузнецовский фарфор 1900 года. Затем вот этот вот ошейник из красно-черного фаянса. Это как символ войны и революции начала 20-го. Ой, начала 20-го. Ну да, начала 20-го. И затем уже это советский период, послевоенный, там, и до наших дней. Вот эти вот осколочки. Но ты не продаешь эту работу? Эту нет. Вообще на выставке… А были другие, да, еще? Была еще вторая кошка. Она была сделана из фрагментов исключительно ленинградского фарфорового завода. Она была из кобальтовой сетки. Она называлась «Блокадный кот». То есть там был силуэт кошки, как в память о блокадных кошках, о тех, которые выжили. Потому что мы знаем, там тяжелое было время. И съели кошек, собак, ели все что угодно. И были люди, которые сохранили своих животных, потому что они были для них как члены семьи. И я читала в одной статье, что женщине, которая после блокады, после войны вышла со своей кошкой гулять, ей аплодировали, потому что это был подвиг. Ну и в память об этих историях. Скорее даже не о кошках, а о людях, которые относятся к кошкам, была вот эта работа. У меня аж мурашкин тоже потела от этой истории. И ту работу я подарила в музее кошки Светланы Константиновны Егоровой. Частный музей у нее. А эту я решила ставить себе. Очень красивая работа, и мне кажется, классная идея, Наташа. Большое тебе спасибо, что пригласила меня в гости. У тебя очень уютно. Мне безумно нравится твое занятие, Наташа. Вот я себя чувствую как-то неловко, потому что я просто шью блокноты. Я это уже говорила, без какого-то у меня определенного смысла. У тебя каждая работа несет в себе историю. И мне кажется, она заряжена какой-то доброй энергетикой. Ну вообще прям каким-то прошлым, историей. И это вдохновляет, Наташа. Тоже хочется что-то такое найти полезное. Мне кажется, ты очень полезное дело делаешь. Я именно поэтому согласилась на интервью. А не столько для своей рекламы, сколько для того, чтобы сказать, ребята, мальчишки, девчонки, вы сможете, вы можете, хотите шкаф, берите дрель, шуруповерт, ЛДСП и делайте. То есть все реально. Есть у тебя пожелания нашим зрителям или это уже и было пожелание? Пожелание, скорее напоминание. Есть еще один вопрос, который мне часто задают. Можно ли своим творчеством, своими цветочками заниматься какой-то ерундой и зарабатывать деньги? Я хотела напомнить, я себе напоминаю об этом часто и хотела бы напомнить вашим зрителям. Помните, что деньги – это побочный эффект вашего внутреннего благосостояния. Если вам нравится то, что вы делаете, если вы кайфуете от процесса, если это прям вот вас заряжает позитивной энергией, у вас всегда будут и деньги, и заказчики, и материалы у вас. Все будет хорошо. Вот, ну и будьте счастливы. Наташа, большое тебе спасибо. Все, давай, пока-пока. 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 Да, Наташа, спасибо. Так легко. Друзья, конкурс. Чтобы получить колечко, которое я показывала в самом начале, вам нужно вспомнить, как называется этот арт-объект. Отправлю с любовью. Да, большое спасибо, Наташа. Пишите, дерзайте, друзья, мы вас верим. Субтитры сделал DimaTorzok